Здравствуйте! Вот сегодня собрались мы с вами поговорить о скорости химических реакций. Захватывает дух от скорости. Ну, это такое поэтическое словечко. Вообще, вот тот раздел химии, который занимается, значит, рассказами про скорость химических реакций, он называется химическая кинетика. Ну, сегодня будут, собственно, азы химической кинетики, но без нее совершенно никуда, между прочим, без химической кинетики. Потому что все химические реакции, которые протекают, они как протекают? Во времени. Быстро или медленно. Ведь есть реакции, которые очень-очень медленно происходят, ну, совсем медленно. Они требуют для своего протекания миллионов лет. Нет, это причем очень серьезные химические реакции, которые, скажем, обеспечили нас там вот нефтью, углем каменным, всякими залежами полезных минералов. Это ведь все химические реакции продолжались на протяжении очень большого времени. Медленно, но верно пришли вот к тому состоянию, какое требуется. Вот без атомно-молекулярной теории, без теории, которая предразумевает существование отдельных вот этих вот частичек, элементов, атомов, да, молекул, вообще говорить о химической кинетике было бы, честно говоря, бесполезно. По этому поводу, вот, да, вот, что-то внятное сказать, почему одна реакция протекает быстрее, другая медленнее, не привлекая вот эту вот гипотезу об атомно-молекулярном строении вещества, я не случайно сказал фразу гипотеза, потому что, скажите, пожалуйста, вы видели атомы? Вы действительно вот видели их в таком богатстве сочетаний, в богатстве ситуации и положений, про которым и описывают их в химии? Нет, не видели. Я также, как и вы, возможно, видел фотографию, полученную с помощью электронного микроскопа, называется так, фотография кончика вольфрамовой иглы. Вот там, на этой вот кончике вольфрамовой иглы, вроде бы, видны какие-то вот сгустки такие, то ли шарики расплывчатые, то ли еще что-то. И вот эти вот сгустки есть не что иное, как атомы вольфрама, тяжелого металла, они большие, да, а тут у нас какие-то тут рекомбинируют, там, у вашей группы. Это все у нас в голове. Вот помню, были такие замечательные 40-е и 50-е годы. У нас тогда в стране с наукой было строго. Было такое вот понятие, диалектический материализм. Очень, кстати, успешное, успешное очень понятие. Я вот так вот думаю, если бы вот эта вот атомно-молекулярная теория, гипотеза появились бы в то время, то, не ходи к гадалке, их бы объявили буржуазной лженаукой. Вот точно, совершенно лженаука. Потому что, ну где вы видите эти атомы? Как их пощупать? Вы просто утверждаете, что вот частички вещества какие-то отдельные, им какие-то свойства там им принадлежат и так далее. Это хорошо, что к 50-м годам, 20-й век, все это давно уже укоренилось в представлении химиков и физиков. Все работало, нормально было. А так, ну что, вот аналогичная ситуация случилась в ту пору с генетикой. Кстати говоря, генетика, как потом оказалось, имеет прямое отношение к атомно-молекулярной структуре вещества. Что объявляла генетика? А генетика говорит, вот существо каждое живое, оно наследует от своих родителей наследственную информацию. И это наследственная информация состоит из таких дискретных элементов, генов, да? Там, что, которые говорят, будет там у него, будут глаза зелеными у этого живого существа. Или будут какого-то другого цвета, да? Вот, там, коричневыми, там, голубыми, вот, красными, светящимися в темноте. Это все зависит от того, что там записано в генах. Вот. А эти гены, какие-то такие элементарные частички наследственной информации. Ну, бред сивой кобылы. Кстати говоря, очень похожий этот бред сивой кобылы на тот бред, который называется кибернетика. Тоже такая вот наука об информации какая-то, вот, ну, вообще бред. Вообще бред. Вот. Была еще сессия такая, восхнил Всесоюзная академия, академия сельскохозяйственных наук. Вот как так примерно это расшифровывается. На которой полному разносу подвергли генетику тогда, да, как буржуазную лженауку. Покажите мне те элементарные носители информации, да? А вот они, атомы, молекулы, да? Они оказались элементарными носителями информации. Вся наша информация про нас написана на молекулах ДНК, дезоксия, рибонуклеиновой кислоты, да? Вот. В виде сочетаний вот этих вот нуклеиновых оснований, кислот. Вот. Их сочетание, так сказать, кодирует некую программу, по которой мы построены. Вот те самые гены, о которых говорили классические генетики. Ну, к счастью, химию тогда разносу не подвергли. Была идея, были энтузиасты в Московском университете. Такой был ученый, видный радиофизик Кессиних. Вот. Он, значит, готовил такую же сессию, как с разгромом генетики. Ее нехороших, попорочных идеологических оснований. Он готовил ее относительно квантовой механики. Потому что квантовой механики тоже вообще волшебство сплошное. Волшебство. Мы уже с ним сталкивались, и еще столкнемся не один раз. Ну, сессию готовили. А это все-таки по линии физики было. А физику тогда плотно очень курировал. Лаврентий Павлович Берий, строгий такой, был у нас тогда человек. Начальник всяких органов, правоохранительных, скажем так, вот, да, и разведывательных тоже. И вот он приглашает к себе. А он курировал по созданию ядерного оружия, вот, и водородных бомб. Вот. Вызывает он к себе этих своих ученых, физиков. И говорит, сможете без квантовой механики сделать атомную бомбу? Я говорю, не, не сможем. Идите работайте. В сессии не стало. Кессиниха отправили в Томск. Вот я видел дом такой, двухэтажный барак, с почерневшими от времени, из почерневших от времени бревен построенный. И на нем висела красивая такая рельефная, фигурная, мемориальная доска, вот, посвященная вот этому самому Кессиниху. А жену его часто очень вспоминали там, да. Она тоже была ученая, очень хорошо работала с своими аспирантами. Аспиранты любого называли бабка. О, бабка, она все расклеет, так что понятно было. Вот такая была бабка Кессиних. Все давно уже в прошлом. Не думайте, что вот эти вот гонения на науку устраивали какие-то монстры. Такие же люди, жизнь такая была. Вот так вот. Все он это дилектически воспринимает, как марксизм учит. Сегодня вы злодеи, завтра жертва. Это у нас запросто. Ну так вот, дилектически давайте воспримем и идею атомно-молекулярного строения вещества. Вот она нам позволяет в легкую понять, что же происходит во время химических реакций. В смысле их показателей скорости, да. Вот давайте порассуждаем о какой-нибудь химической реакции. Вот милая реакция. Это реакция, как говорится, такая очень определение, да, определение ионов хлора в растворе. Добавляем к раствору, значит, возможного хлорида какого-то, да. Вот, натрий-хлор, хлорид натрия. Добавляем раствор азотно-кислого серебра, аргентум-эно-3. Да, вообще сейчас положено называть так, это нитрат серебра, да. Вот, нитрат серебра. Ну, аргентум-эно-3, азотно-кислое серебро. Вот меня так в школе учили. И происходит известная реакция, выпадает в осадок аргентум-хлор. Вот. А какова скорость этой реакции? Вот начинает идти такой, как бы, снег в этой пробирке. Вот нам эту реакцию в школе показывали. Снег идет с пробирки, а в пробирке остаются ионы натрия и ионы кислотного остатка-эно-3. По-моему, даже мы с вами разбирали эту реакцию, да. Вот что, собственно, происходит. Все остальное, ничего не меняется, да, ничего не происходит. Вот, выглядите, что там. Натрий как был в растворе, так и остался. Эно-3 как было в растворе, так и осталось. А вот хлор и аргентум встретились, объединились и выпали в осадок. А, что ж тут происходит? Давайте вот пофантазируем. Значит, это речь идет о взаимодействии неких дискретных объектов, которые называются ион серебра, вот он положительно заряженный аргентум плюс, и он хлора, хлор минус. Кстати говоря, позвольте мне немножко порассуждать, почему же аргентум хлор все-таки выпадает в осадок. Хотя хлор такой вот хороший, хороший, как сказать, такая вот основа, кислотный остаток, да, вот с ним все почти растворимый всегда бывает, да, хорошо растворимый. А вот надо же с аргентом выпадает. Аргентум все-таки благородный металл. Все-таки хоть он к своему наружному электрону очень хорошо привязан. Он имеет возможность, вот как только он ее получает, эту возможность, он тут же этот электрончик себе присоединяет. И вот он-то и присоединил хлор. По сути дела, кстати говоря, произошла реакция окисления. Вы только ради бога не обижайтесь. Хлор, ну, по сути дела, то есть это вы ради бога не обижайтесь, но и не говорите на экзамене. Потому что, в общем-то говоря, если хлор располагал этим электроном, да, он был окружен, хлор-минус, он располагал электроном и был окружен оболочкой, гидратной оболочкой, то есть оболочкой, состоящей из этих вот, из молекул воды, из чебурашечек. Я их так называю, чебурашки. Вот. И аргентум плюс был лишен электрона, зато был в этой самой оболочке. Что же дальше произошло? Конечно, конечно, хлор совсем не потерял электрон, поэтому нельзя говорить, что аргентум плюс выступил как окислитель. Но хлор-то уже теперь не единолично лишним электроном владеет, а в парочке с аргентумом они всё-таки обменивают. Он даёт поддержаться за него аргентуму, да. Вот. Это совсем не такая связь, как натрий-хлор. Натрий-хлор, вот такой крайний случай полярной, полярной ковалентной связи, которую называют ионной связь, да. Вот. А тут уже всё-таки она такая ковалентная, не полярная, а ковалентная полярная, конечно, но уже недостаточно полярная для того, чтобы вот эти вот коварные молекулы воды разорвали, привели к диссоциации. Ну и появляется тот самый снег в растворе, да, хлопья аргентум-хлор, которые выпадают в осадок. Вот. Вот такая вот история, да, происходит. Так как же это бывает? На что это похоже? А это похоже вот на что. Вот давайте так представим себе. Значит, мальчики и девочки, да, вернее, мужчины и женщины, молодые люди и девушки. Вот это самое время для того, чтобы это произошло, вступает в брак. Как этот брак происходит? Значит, вот отдельно мужчины, отдельно девушки, вот живут в нашем обществе, движутся по нему, знакомятся. И иногда вдруг они вот так вот рекомбинируют, то есть образуют семью и выпадают в осадок. В принципе говоря, конечно, вот с нашей точки зрения, такой вот сугубо индивидуальный, понятное дело, что, ну, как сказать, не все равно, за кого замуж выходить, да, не все равно, на ком жениться, то целое дело. Но, в принципе говоря, если смотреть с колокольни, скажем, ЗАГСа, да, ну, вот как ЗАГС рассуждает. Вот сейчас в нашем городе такое-то количество потенциальных женихов, такое-то количество потенциальных невест. В данном случае это ионов Аргентум плюс и Хлор минус, да. Вот. И, значит, должна быть некая, так сказать, вероятность то, что они, эта парочка, провзаимодействуют, рекомбинируют, придут к нам в ЗАГС оформить отношения, что называется. Мы им там штемпели и поставим в их паспорта общегражданские. Вот. Вот такая вот процедура. От чего зависит такая вот вероятность встречи? Вот в мое время всегда говорили так, Иваново город невест. Ну, наверное, сейчас он остался. Вот говорили, что и в Иваново очень много предприятий, на которых работают девушки, и они все не замужем, да, вот их надо бы женить бы всех, выдать замуж. А для этого нужно бы в Иванове, чтобы побольше было юношей вот такого, так сказать, брачного возраста, да, чтобы было им с кем вот провзаимодействовать-то, чтобы жениться-то, выйти замуж. Вещь-то нужная, потому что, ну, для общества семья, ячейка общества, дети там, все такое прочее, это совершенно необходимо для воспроизводства человеческого рода. Вот, но тем не менее, значит, не хватало мужчин, да? Что это значит? А это вот одних ионов, скажем, хлор-минус у нас много. И совсем чуть-чуть капнули аргентом плюс, да? Совсем чуть-чуть там появилось аргентом внутри, вообще-то говоря. Вот это сразу вот реакция этой пройдет. Пум! Да, вот их. И этих было много хлора, концентрированный раствор соли, такой вот натрий-хлор, в городе Иваново, значит, хлор-минусов много, да, много невест. И тут вдруг, бац, и откуда-то женихи приехали туда, не знаю, отправили их туда на, ну, я не знаю за что, на переподготовку. Не знаю, чему там их переготавливали, но на переподготовку. И вот сразу бац-бац-бац-бац, они все и поженились. Такое бывает, да, такое бывает, очень такая типичная ситуация. Значит, с чем этот брак должен быть связан, во-первых? Ну, ясное дело, количество невест и количество женихов для количества, значит, заявлений, поступающих в ЗАГС, а это вот аргентум хлор, то, что выпадает в осадок, это вот заявление, пришедшее в ЗАГС, да. От чего зависит? От их количеств, да. Ну, дело случайное. Поэтому у нас появляются новые понятия. Вероятность. Вот что такое сказать вероятность? Я не могу, вот буквка П, это вероятность. Вот вероятность того, что произойдет вот это событие, выпадет в осадок аргентум хлор, то есть они встретятся аргентум с хлором, разорвут вот эти вот шубы из чебурашек и рекомбинируют, и выпадут в осадок, она, значит, зависит от чего? От количества. От количества аргентум плюс и от количества хлор минус. То есть от количества женихов, от количества невест. П, вероятность. Кстати говоря, интересный вопрос. Обычно так принято, значит, когда какое-то новое понятие вводится, хорошо бы дать ему определение. А это вот та самая величина, тот самый объект, то самое понятие, которому очень сложно дать внятное определение. Что такое вероятность? Вот геометрию проходили, наверняка, да? У вас там всякие теоремы были, у вас там всякие были аксиомы. Я вот вам сейчас одну аксиому оглашу, напомню. Через две точки можно провести прямую, причем только одну. А скажите, пожалуйста, а что такое точка? Вот что такое точка внятного определения дать невозможно. Вот в любой науке есть какой-то такой самый простой элементарный объект, определить который уже невозможно. Особенно, если наука математическая. Понимаете как? Вот в физике, в химии, вот как говорим мы об атоме, а что такое атом? И вот можно дальше рассказывать про то, что у него есть атомное ядро, электронные оболочки. А почему такие оболочки? А вот квантовая механика. А почему квантовая механика? И так далее, так далее, так далее. Полезли вглубь, в суть процесса. А вот понятие вероятность. Ну вот вероятность. Объективная мера возможности наступления события. Такое дано определение в одной русскоязычной книге. Объективная мера. Ну это вообще, так сказать, интересная фраза. Возможности наступления события. Вот нам повезло, автору повезло, автор очень такой маститый, это Венцель, очень хороший учебник по теории вероятности. Это вообще книга была Венцель и Овчаров. Сборник задач по теории вероятности для инженеров и студентов высших технических учебных заведений. Старинная еще книга. Вроде как не дать определение. Так вот повезло. По-русски вероятность и возможность это два разных термина. А вот в английском языке и там, и там одно и то же. На букву П начинается. Типа пропабилитель как там. Пропабли, пробабли. Я не... Извините мой... Простите мой английский. Называется так вот. Вот. Вот такие вот дела. Неизвестно, что такое вероятность. Расплывчатая, удивительная, загадочная вещь. Которую мы никогда так и не знаем. Но интуитивно понимаем. Если подбросить монетку... Бла-бла-бла-бла-бла. То она упадет, если падает, конечно, на такой стол. Паркетный пол. Палубу парохода. Вот. Она упадет либо орлом, либо решкой. Ну, острослов говорит. А на ребро? А на ребро? На ребро может, да. Если вы бросаете в снег, в песок. На эту тему даже был фильм такой. Советско-румынский туннель. Там, значит, бросили монетку. Она воткнулась в песок ребром. Это другой разговор. А так, вообще, в принципе, говоря, либо так, либо так. Кубик бросаете. Одно из шести грани выпадает. И спросить так любого, значит, собеседника на эту тему. С какой вероятностью орлом кверху выпадет? Ну, скажет, одна вторая. Он скажет так. Это правильный ответ. Так сказать. Не то, что правильный ответ. Они все ответы, что я сейчас приведу, будут правильными. Но просто он сформулирован так очень хорошо, корректно. Одна вторая. Понятно. Вот именно так и нужно говорить. Некоторые скажут 50 на 50. То есть 50% что выпадет, 50% что не выпадет. Один к одному, так скажут некоторые. Один что выпадет, один что не выпадет. С одной и той же вероятностью. Ну, так говорят какие-то игроки, которые ставят ставки на бегах. Вот такой вот американский немножко такой сленг. А вообще те, кто занимается вероятностью, сказать одна вторая или 0,5. Пожалуйста. А с какой вероятностью, если вы бросили кубик и выпадет, значит, 4 очка? У кубика 6 грани, а одна шестая. Вот это азы теории вероятности. И вот эта вероятность тому, что встретятся два одиночества. Вот это вот аргентум плюс и хлор минус. Да еще не просто они встретятся. Они ведь должны встретиться. И прошли мимо. Они должны встретиться. И так встретиться, чтобы вот эти шувы из чебурашек им не помешали разглядеть под этими чебурашками. Вот то, что это то, что они ищут друг в другу. Да, аргентум плюс ищет, значит, где бы вот ему к себе электрончик присоединить. У хлор минус есть лишний электрон. А хлор минус ищет вот за кого бы ему подержаться. У них же, понимаете, их притягивают кулонские силы. Они же противоположные... Знаки противоположного заряда притягиваются, да? Вот. Очевидно совершенно, что количество они пропорциональны. Теперь второй вопрос. Вот представьте себе, что жительницы города Иваново, города Иваново, их всех расселили на очень большой территории. Ну, то есть мы раствор этот разбавили, да? Ну, как-то вот не хочется их выселять из города Иваново, вот в тундру, да? Ну, предположим, да? Вот те же самые жители, что есть в Иваново, они проживают на очень большой территории. Ну, в тундре как-то не место жительницам Иваново, ну, там олени в тундре живут. Вот олени ходят по тундре, бродят олени, одинокие существа, ищут, когда они встретят себе своего друга рогатого, да? Вот, соответственно, противоположного пола. И тогда они с ним рекомбинируются, дадут дружную оленью семью, вот, продлят свой род таким образом, да? От чего зависит? Вот чем больше эта тундра, тем, вероятно, встретится меньше, правда? Вот у меня тут такая вот буковка, да, П, пропорционально, или, как говорят физики, надо порядка, да, пропорционально чему? Не только количеству ионов серебра, не только количеству ионов хлора, но еще и обратно пропорционально объему, в котором они растворены. Вот для нашей химической реакции это вот объем, да? А для, так сказать, брачного поведения это, значит, вот та территория, по которой, значит, расселены эти люди, да? В конце концов, маленькое количество невест может быть и в большом городе, да? Большой город, все женатики, вот, и замужние. А тут маленькое количество невест там где-то бродит, им надо вот, и с ними надо вот как-то вот провзаимодействовать, да? Женихам, которые тоже маленькое количество, а город большой, В большой, да? То есть, чем больше В, тем вероятность встречи меньше. То есть, отсюда вывод такой очень простой, очевидный, он совпадает, главное, с экспериментальными выводами. Оказывается, что скорость реакции в разбавленных растворах меньше, чем в концентрированных. В концентрированных все это быстрее идет. Ну, поэтому при разных химических производствах-то и предпочитают использовать так вот, ну, это, раствор-то был, так сказать, крепкий, как говорят иногда. То есть, концентрированный раствор, крепкий раствор кислоты. Ну, по аналогии крепкий раствор спирта, крепкая водка, да? Тут вот крепкий раствор кислоты. Вот, что получается. Ну, кстати говоря, вот та величина отношения, количество ионов к объему, это называется концентрация. И концентрацию обычно изображают следующим образом. Пишут химический элемент того, что, химический символ, да? Химический символ того, что там вот мы, концентрацию чего мы определяем. Вот, например, аргентум плюс, да? Вот он такой вот химический символ, да? Вот. И в квадратных скобочках. Обычно концентрацию обозначают в молях на литр или в молях на кубический дециметр. Это одно и то же. Литр и дециметр – это два названия одного и того же, одной и того же единицы объема. Вот. В молях. А моли – это определенное количество вещества, определенное количество атомов, да? Помните, моль. В моле содержится количество, значит, вот этих вот атомов или молекул, смотря о чем идет речь, в количестве, равном числу авогадро. Вот так вот говорят. Ну, то есть, это определенное количество. Это такой ящик, да? Ящик с лунками, где вот они лежат, эти вот атомы. Ящик с определенным количеством лунок. Вот это называется моль, в котором разложены атомы, да? То есть, вероятность реакции получается пропорционально и концентрации ионов серебра, и концентрации ионов хлора. То есть, она пропорциональна концентрациям реагирующих веществ, да? Ну, строго говоря, вот аргентум плюс и хлор минус, ведь что мне назовешь? Это концентрация реагирующих ионов. Ну, давайте так говорить. Это будет более корректно сказано, да? Хотя, раз уж у нас называется не так уж тверд гранит науки, или так ли тверд гранит науки, то вот не до этого нам дело, как правильно называть, да как лучше, чтобы проскочить, пробиться через этот гранит, чтобы соображение иметь, да, понятие. Вот наша задачка-то, да? Ну, вот оно, что получается. Это вероятность и тому пропорциональна, и концентрация серебра пропорциональна, и концентрация ионов хлора пропорциональна. Значит, она что, пропорциональна их произведению, да? И так оно и есть. Это типичный объект теории вероятности. Ну, вот представьте себе, я такую вот вам модель нарисую, да? Бросаете вы навстречу друг другу, ну, вы это два человека, два человека. Навстречу друг другу мячи, мячики, да? Мячики бросаете навстречу друг другу. В какой-то вероятности эти два мячика, значит, встретятся, да? Ну, представьте себе, значит, один из вас бросает один мячик, а другой бросает 10 мячиков. Вероятность встретиться двум мячикам будет больше, то есть вот отсюда летит мячик, отсюда 10 мячиков. С одним мячиком одна вероятность, а с десятью мячиками больше вероятность встретится. Конечно, больше, конечно, больше. А если и второй тоже бросает еще больше мячиков, фу, тогда уж еще больше вероятность встретится. И количество мячиков, столкнувшихся, будет еще больше. Как раз произведение количества, вот оно, концентрация. Правда, тут, если вы мячики бросаете, вы, наверное, бросаете их на какой-то площади, с двух сторон, вот так вот играете мячиками, так или иначе они будут сталкиваться. Пропорционально произведению концентрации, вероятность того, что произойдет некая химическая реакция. Теперь надо поговорить, что значит произойдет в вероятности. В течение какого-то времени. В течение какого-то времени. Ведь невесты и женихи в брак вступают в течение какого-то времени. Потому что, ну, дальше как-то не актуально уже ему жениться, уже возраст не тот. Да, уже не тот возраст. Посмотри в свой паспорт, надо ли тебе жениться уже. Подумай. Вот. Такая же ситуация и здесь. За какое-то время это должно происходить. Другое дело, что в паспорт аргентом плюс и хлор-минус смотреть не будут. Вот. Потому что они все равно, сколько миллионов лет этому аргентом плюс не было, он все равно аргентом плюс. Да, он не стареет душой. Он может всегда рекомбинировать с хлор-минусом. Ему все это нипочем. Лишь бы тут был какой-то вот коэффициент. Вот она. Вероятность рекомбинации, ну, скажем, в единицу времени. Вот оно. П. Это вездесущая буква П. Ее можно как угодно говорить. Да, вот вероятность чего? Процесса в единицу времени. Да. Вот оно, вероятность процесса. Это же фактически скорость. Правда? Вот оно. Сколько? Какова вероятность провзаимодействовать в единицу времени? Вот сколько этих штучек там провзаимодействует. Как коэффициент? Некий коэффициент пропорциональности. Вот как-то он у нас пока за кадром остается. Он от чего-то должен зависеть. Но от чего? От чего-то он должен зависеть? Видимо, от многих вещей. Давайте так вот подумаем, от чего он должен зависеть. Вот плавают в растворе, значит, аргентом плюс и хлор-минус. Они окружены шубами из чебурашек. Ну, вот представьте себе, если вы раствор подогрели, плавают они быстрее и легче. Они вот при взаимодействии разорвут вот это вот шубы свои и сумеют рекомбинировать, да? Как только они рекомбинируют, куда делся заряд, куда разбежались эти чебурашки из этих составов шуб, непонятно. Ну, то есть освободились на волю, разбежались. Их ничего уже не притягивает. Вот. А если будем охлаждать? Они движутся медленно, вяло. Особенно катастрофическая будет ситуация, если мы заморозим воду. И вот отдельные в мороженое аргентом плюс и хлор-минус. Вот они находятся замороженными во льду. Смогут ли они когда-нибудь произаимодействовать или нет? Как вы думаете? Ну, смогут, вообще-то говоря. Надо только терпение. Потому что и вот в таком вот замерзшем состоянии, там ведь тоже движение какое-то остается. И вот он, иногда будут они перескакивать, глядишь, встретятся. Но упадет скорость неимоверно мало, да? Вот. Значит, этот самый коэффициент К зависит, очевидным образом, от температуры. И зависит, конечно, от свойств тех объектов, что взаимодействуют. Понятное дело. Естественно. Так и должно быть. Так и должно быть. Значит, количество, это вот слово такое ученое, количество, да, образовавшегося аргентом хлор, который в осадок выпал. Дельта Н, изменение количества. Ну, тут, понятное дело, что у нас будет положительным. От чего это будет зависеть? Ну, вот от той вероятности, о которой мы говорили. Вот, от этой вот вероятности, которой есть не что иное, как произведение концентрации аргентом плюс и хлор-минус с неким коэффициентом, да? Вот. От объема. Еще придется на объем умножить. И от времени, за которое будем ждать прохождения реакции, да? Ну, имейте в виду, что вот если мы будем ждать очень долго, скорость реакции будет изменяться. Почему? Потому что находящиеся в растворе первоначально вот эти аргентом плюс и хлор-минус, как только мы смешали их, они будут рекомбинировать друг с другом. Концентрации будут уменьшаться, скорость реакции будет уменьшаться, да? То есть вот здесь, когда мы говорим о дельта Т, это какое-то очень маленькое время. Очень маленькое время, за которое заметным образом концентрации реагирующих веществ не изменяются, да? Это вот такой вот, как бы сказать-то, есть такой термин в естественных науках, в физике, например. А тут вот химия, тоже естественная наука вполне. Термин, который описывает вот некий, я вот стесняюсь вам сказать, использовать математический термин, но использую. Значит, бесконечно малая величина, да? Вот помните, может быть помните, может не помните. Не помните, пульт пролетит над головой, ничего страшного. Значит, производные, да? Отношение прироста функции к превращению аргумента, да? В том случае, если превращение аргумента стремится к нулю. Вот она функция, количество провзаимодействующего аргентум хлор, сколько там в осадок выпало, да? Вот оно, изменение этого количества, дельта Н. А справа дельта Т, разделите на дельта Т, да? Вот при маленьком дельта Т, при очень маленьком, вот это отношение, вот равно П умножить на В. Вероятность на В, П за это время просто не изменится. А если будет меняться, там интегрировать придется, все такое прочее. Но смысл от этого физика природы, вот сама фактура гранита науки не меняется, она остается все той же самой. Все той же самой. И вот мы сейчас говорили об очень хорошем деле. О химических реакциях, которые происходят в гомогенной фазе. Вот у нас раствор был, да? Гомогенные реакции, гомо, однородные. Есть еще гетерогенные реакции. Вот буковка В справа, это такая стилизованная буква В, чтобы не перепутать ее с буквой В, вот этой такой вот галочкой, которая объем обозначила. А вот это вот В, это скорость реакции, это количество вещества, образующегося в единице объема, в единицу времени. Да, вот я разделил на весь объем и на дельта Т тоже разделил за единицу времени. Некий такой предельный переход, я бы стеснялся тут сделать, я бы тут пределы написал, но для людей, знающих высшую математику, а вдруг вы не знаете. Вот я поэтому не стал этого делать. Не совсем строго, зато понятненько, мне так по крайней мере кажется. И вот тут фраза такая насчет гомогенной реакции, это очень важно. В растворах, ну очень любят в химической лаборатории, там где демонстрируют опыты детям и студентам тоже, студенты тоже дети. Там любят очень использовать растворы, химические реакции в растворах. Так как картин насадки выпадают, как пузырьки оттуда летят, да, пузырится раствор. Вот, это все очень понятно. Там они все вот так перемешались, да. Это как невесты и женихи в городе Иваново. А вот как быть, если они не перемешаны? Насчет женихов и невест, как-то мне вот даже как-то страшно вообразить. Это что-то такое, какая-то такая вот граница. По одну сторону мальчики, по другую девочки, да. И вот они как мальчики и девочки к этой границе подошли, ну какая-то такая унылая картина, такая решетчатая или, так сказать, сетчатая граница. Вот они через сеточку разговаривают, ужас какой-то. Например, как какое-то черно-белое изображение, под ногами грязь хлюпает, что-то такое вот. Не хочется светлое будущее. А, пожалуйста, граница. И на этой границе происходит торговый обмен, да. Вот. С одной стороны покупатели, с другой стороны продавцы. И вот они, значит, рекомбинируют друг к другу, сделку оформляют. Что-то такое одни покупают, другие продают. Но это уже веселее. Вот. Это называется гетерогенная реакция, когда разделены вещества. А в химии это сплошь и рядом. Тоже случаются химические реакции. Реакция горения твердого топлива. Вот уголь в печи горит, он раскален. На его поверхности находятся раскаленные атомы углерода. Они готовы взаимодействовать с кислородом из состава воздуха. А над ним, над этим раскаленным углем, значит, воздух. В нем молекула кислорода. Вот молекула кислорода подлетает, взаимодействует с углем. И получается молекула СО2. И уносится дальше уже в виде гомогена. А может даже не СО2, а просто СО. И потом этот СО веселеньким голубым огонечком, язычком голубого пламени, сгорает. Угарный газ СО. Вот это гетерогенная реакция. Тут уже речь должна идти для гетерогенных реакций о поверхности, на которой она происходит. И вот тут-то как раз очень интересная тема, на самом деле, для практического всякого дела. Какой уголь лучше будет гореть, да? Вам нужно его все время шевелить кочергой, если это такая традиционная печь угольная, да? Шуровать, как раньше. Шуруй, шуруй его. А то плохо будет гореть, чтобы он чаще общался с воздухом, да? Ну, а в современной технологии, так здесь называется, сжигание в кипящем слое снизу воздухом продувает. Каждая частичка, значит, взаимодействует с окружающим его воздухом. Ну, собственно говоря, с пламенем уже, да? Вот так вот. Вот такой вот подход, да? Сжигание в кипящем слое. Кстати говоря, гетерогенные реакции, они происходят еще и, ну, как бы сказать-то, и даже в нашей жидкой фазе тоже. Я вам сейчас объясню. Вот реакция аргентум хлора, она, ну, с появлением аргентум хлора в осадке, но она идет вот в объеме, не требует ничего, никаких особенных условий. На самом деле, вот тот коэффициент, К, в общем случае, зависит еще от, не только от температуры, а может зависеть от присутствия здесь каких-то веществ, катализаторов. Слышали такое слово? Катализатор, химический катализ. Идея такая. Есть у вас некая поверхность в контактном аппарате, так это говорят, покрытая катализатором. Катализатор, вот железо, например, катализатор, это металлы переходных групп. О металлах будет у нас отдельный разговор, так что это еще, дай бог, поговорим. Там вот платиновые, палладиевые катализаторы, какие шикарные вещи. И вот они какое-то такое имеют свойство приглашать на свою поверхность вот этих вот самых брачующихся атомов, которые вступают в реакцию. Они как-то так усаживаются рядышком, посидели, посмотрели друг на друга, им понравилось, за ручку вот они взяла, или он ее, или она его, я уж не знаю. И пошли в ЗАГС потихонечку. Ну и провзаимодействовали, чуп, и все, уже молекулы, да. Их надо было сблизить. То есть в объеме эта реакция почти не идет, а на поверхности вот этой вот, где находится катализатор, она-то как раз и идет, да. Это типичная ситуация. Катализатор это очень важный объект для практической химии, для химии, которая занимается выпуском каких-то химических продуктов. Замечательная вещь. Позволяет ускорить протекание реакции. Не только температура, но и катализ тоже позволяет нам устроить. Вот. Вот такие вот дела. Так, ну это вот я вам повторяю лишний раз фразу про скорость гомогенной реакции. Связана с загадочным коэффициентом, например, с концентрациями реагирующих веществ. Аргентумы и хлора. Вот так уж получилось у нас, да. А вот давайте вот тоже реакция гомогенная. Горение. CH4 это, так сказать, метан в кислороде. Ну, в воздухе это происходит. CH4, значит, это газ природный, так называемый. Он поступает из комфорки, значит, на кухонной плите газовой. Он может поступать в топки, там, я не знаю, котла, в котельной топке, значит, из горелки. И он должен смешиваться тут с воздухом и гореть, естественно. Вот такая вот у него судьба. Но как тут бывает? Посмотрите-ка. CH4 плюс две молекулы кислорода. И вот тогда и получается CO2 и 2H2O. CO2 и 2H2O. Вот две молекулы кислорода. Они не просто CH4 с кислородом, с одним вступают в брак. А тут нужно два. Это как бы вот подружка нужна. Понимаете как? Вот этот вот CH4, он один. И тут приходят две подружки, две молекулы О2. И только после этого они тут что-то взаимодействуют. И получается, кстати, три молекулы на выходе. На входе три молекулы и на выходе тоже три молекулы CO2. И две молекулы, так сказать, паров воды. Кстати говоря, этот опыт нам в школе могли показывать. Вот я не помню, чтобы мне его показывали. В учебнике, по крайней мере, он был, значит, широко. Вот, значит, из горелочки такой маленькой. А, ну понятно, почему у нас такой горелки не было. У нас в школе было все на спиртовках. А в ВУЗе, когда я учился, уже были горелочки газовые. Ну вот, 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 вот. Из горелочки вырывается это пламя. И на большой холодный предмет его направляют. Например, на большой холодный утюг. Тогда утюги были тяжелые, не то что сейчас электрические. И этот большой холодный утюг покрывается тоненьким слоем такого вот водяного тумана. Да, вот эта вот вода из состава пламени там конденсируется. Вот такой вот милый опыт нам когда-то ставили. Ну так вот, по поводу того, что должно случиться. Вероятность чему должна быть пропорциональна. Ну, во-первых, концентрация CH4. Естественно, этот жених тут необходим. Приходит к нему кислород. Концентрация О2 должна быть. Да, вот он пришел, первый кислород, CH4, разговаривает о чем-то. Но пока второй не придет кислород, вот они в ЗАГС не пойдут. И не образуется у нас CO2 плюс 2H2O. Не получится. Пока второй кислород нам не появится. То есть у нас получается такая вещь, что вот эта вот концентрация кислорода у нас в этом произведении встречается два раза. То есть в квадрате. Что это за слово такое интересное? Квадрат. Вторая степень. Вот у нас, посмотрите, есть такие, называются стихиометрические коэффициенты. Вернемся на два слайда назад. Вот он. Вот это вот О2, да, видите, она с коэффициентом 2 идет. Вот это называется стихиометрический коэффициент. Чтобы вот это вот уравнение было химическое, все, нормальную равномешность. Слева было достаточно исходных материалов, чтобы получилось то, что справа, да. Вот это называется стихиометрический коэффициент. Так вот, он у нас входит вот в этой как раз степени, как раз соответственно стихиометрическому коэффициенту. Вот оно как. Получается, что скорость в данном случае гомогенной реакции, она еще пропорционально у нас оказалась не просто произведению, да, а произведению еще в степени соответствующей. Ну и коэффициент. Я уж тут у вас позволил себе коэффициент, вот как раз некий коэффициент, который зависит от температуры и еще чего-нибудь. Вот именно для этой реакции. СН4 плюс 2Н2О. Ну а как вообще, если вот много всяких веществ, я тут буквами обозначил А, Б, Д, З. Это не химический индекс, это просто вот латинский алфавит. Вот некая такая реакция, левая часть химической реакции. Н с индексом А штук вот этого вот вещества А. Н с индексом Б вещества Б. Это не Бор, это просто буква Б. Н с индексом Д вещества Д. Это не ДТ, это просто Д. Ну и так далее. Какова же будет вероятность им провзаимодействовать? Она должна быть пропорциональна этим концентрациям вот этих вот степенях стихиометрических коэффициентов. Да, вот оно там у нас Н с индексом А. Столько молекул вещества А входило в реакцию, да. А здесь у нас это стоит как степень у концентрации при их произведении. Вот как это вот получается все здорово. И для вот этой вот замечательной реакции, вот, и получается у нас вот она наша вероятность с этими самыми степенями. Именно поэтому, да. Вот именно поэтому так и получилось. Для гомогенной, подчеркну, реакции. Ну, а если бы это было много-много веществ, ну, это вот была бы вероятность пропорциональна, соответственно, вот такому вот, вот такому вот делу, да. Кстати, такого рода задачки некоторые продвинутые школьники успешно решают в школьном курсе, да. Есть люди, которые любят химию. Очень мало людей в школе любят физику вот теперь. А вот химию любят почти все девочки. То так все складываете из отдельных атомов, молекул такой вот рукоделия. Очень здорово, на самом деле. Спасибо вам за внимание. Всех вам благ, удачи.